Возродить Копорскую крепость – памятник средневековой архитектуры. Такую задачу поставила для себя православная община села Копорье Ленинградской области во главе со священником Юлианом Солопенко. Помогать батюшке в делах возрождения будет администрация населенного пункта и все желающие. А небесным покровителем благого дела стал преподобный Серафим Саровский. Наши петербургские корреспонденты отправились в Копорье за подробностями. А вы бывали в Копорье? Если нет, то приезжайте. Эта крепость интересна не только любителям истории, но и православным паломникам. Ведь в этих стенах располагается уникальный храм Преображения Господня. История крепости озарилась новым событием. Сюда привезли мощи преподобного Серафима Саровского. С божественной литургией в полуразрушенном Преображенском соборе крестного хода с иконы преподобного Серафима Саровского Чудотворца началось укрепление духовной жизни общины и возрождение Копорской крепости. Отец Юлиан Солопенко в Копорье недавно. Испанец по происхождению, батюшка всем своим южным сердцем полюбил северные земли России. В Копорье вместе с большой семьей попросился служить сам. Сугубо почитая преподобного Серафима, отец Юлиан по благословению святейшего патриарха Кирилла привез из Дивеева частичку мощей Саровского Чудотворца. Администрация сельского поселения Копорье, гости из Петербурга, Соснового Бора разделили радость праздничного богослужения с православной общиной. Возглавил литургию благочины Сосновского округа протеерей Стефан Витько. Он пошутил, что шведы крепость не взяли, а испанец смог. Отец Юлиана очень много энергии. Он человек южный, поэтому он трудолюбивый, старательный. И я верю, что он все здесь поднимет и все благоукрасит. Главное, чтобы вы его понимали, вы его поддерживали. Отец Юлиан обратился к гостям с проповедью. Но святые нам даются для подращения, что мы старались. А Господь видел движение нашего сердца. Самое главное – это стараться. Да, мы падаем, встаем, но, как говорил один мудрый философ, человек не смиряется, потому сколько он раз упал, а вот сколько он раз стал. И вот духовная жизнь – это же есть и падение, и восстание. Это вид во добро и зло, а поле вид в это сердце человеческое. Но когда наше сердце добро берет верно зло, тогда мы живем, тогда мы на истинном пути. Пока главная сила прихода – это бабушки. Батюшка Степан и батюшка Юлиан, они как-то вели службу, вы знаете, любовно просто. Просто любовно. Они проявили любовь ко всем нам. Не только к нам, к которым мы приехали, а и к тем, которые просто здесь живут люди. На сегодняшний день нужно понимать, что именно Копорье было центром цивилизации. Здесь максимально исторически нагруженная земля, здесь росло отсюда наше общество, формировалось вокруг, формировалась культура, люди. И разрушение, оно шло с начала, я думаю, революции. Если еще в советские годы как-то поддерживалось, то с началом перестройки, когда средств не хватало на существование страны, бюджет не выделялся на содержание памятников. Поэтому памятники все федеральные, очень региональные, пришли в такое запустение. Администрация поддерживает церковь. Они верят, что сложные юридические вопросы с Божьей помощью решатся, и крепость возродится.